Друзья, всем привет! Мы находимся в городе Москва. Сегодня 10 февраля 2019 года. И речь у нас про автомобиль, про который многие могут сказать, что этот автомобиль не городской. Парни, это тест-драйв от Блондиноча. И у нас сегодня Toyota Land Cruiser Prado. Свеженькая тачка с пробегом всего лишь 4000 км. Под капотом у нас V-образная шестерка. 4 литра, 249 сил. 8,8 до первой сотни. Давайте разбираться, нужен ли нам такой автомобиль. Или же это все баловство. Если вы еще не подписаны на наш канал, то вам это нужно сделать прямо сейчас. Потому что впереди у нас куча интересных тем. Мы снимем Infiniti QX80. Новый автомобиль, но с точки зрения, стоит ли покупать его же на вторичке. Мы съездим в интересный сервис, где познакомимся с ребятами, которые давным-давно уже обслуживают в Москве только американские тачки. Им есть что рассказать и чему поделиться с нами полезной информацией. У нас готовится третья серия про газ. У нас еще только не готовится, парни. Поэтому подписывайтесь на канал. Дальше будет интереснее. Эта машина начала продаваться в России с начала 2018 года. Это непосредственно сборка Японии. Поэтому все тачки плывут к нам на пароме и нам приходится их ждать. Друзья, что только про тачку не говорят. Машина для колхозника, машина для директора колхоза, для деревенского жителя. Думаешь, да какой нахрен деревенский житель? Ты посмотри на эту шайбу. Цена этого автомобиля в нашей комплектации 3 миллиона 600 тысяч рублей на сегодня. Топовая версия Land Cruiser Prado доходит до 4 миллионов 200 тысяч рублей. Какие колхозники? О чем вы? Есть куча видеороликов, где люди выгоняют тачку на бездорожье. И тут все зависит в первую очередь от водителя. У одних получается уехать далеко-далеко, третьи же не могут из ямки выехать. Если говорить за внешний вид автомобиля, то многие отмечают, что автомобиль стал похож на Land Cruiser 200. Но с одной стороны это так, если посмотреть на морду автомобиля. Но с другой стороны, если посмотреть сбоку, посмотреть на автомобиль сзади, по сути он остался точно таким же. Кузов легко узнаваемый. То есть это хороший фейслифтинг, скажем так. При этом отмечу, что оптика действительно стала достойная. Но диоды вечером, они освещают дорогу хорошо. Точно такой же автомобиль, чуть-чуть в более богатой комплектации, есть у моего соседа. Мы с ним катались, но подснять он его не дает, зараза. Смотрите, диодные у нас противотуманочки идут. Клиренс у автомобиля 215 миллиметров. Вы посмотрите, какие углы. То есть свесы реально достойные. И вот многие говорят, а зачем такой автомобиль покупать для города? Друзья, на нем передвигается парень, которому 31 год. У него до этого был такой же Pradik. Точно с таким же двигателем. Кайфует. Я, говорит, езжу, но на работу мне недалеко. На расход топлива мне плевать. То есть я передвигаюсь, получаю удовольствие. Машина хорошая, машина надежная. И я ей доволен. Соответственно, рассказы о том, что вот он неуклюжий. Для города такую машину брать не стоит. Да почему нет? Умеешь-то кататься, ну пожалуйста, там во двор заехать. Если ты чувствуешь габариты. Опять-таки, что бы ни говорили, как бы мы ни говорили, там Toyota, вот говно, говнище. Но тем не менее, в цене она не так теряет. И с одной стороны, ты покупаешь машину, ты знаешь то, что там через 5 лет, ты ее хотя бы за денежку солидную, но продашь. Под капотом пространстве, на самом деле, нас с вами ничем не удивить. Потому что двигатель, который здесь стоит, он ставится с 2002 года. В лучшем случае, что сейчас изменилось, его дефорсировали по 249 сил. Ранее он же выдавал 282 силы. То есть, его можно перепрошить. При этом, вот у владельца был точно такой же мотор на 282 силы. Расход плюс-минус тот же самый. Вот в городе реально расход, который у него получается 14-15 литров. По трассе 10-11 литров. Смотря как ехать. В смешанном стиле, в таком, знаешь, как вот сегодня 80-90 передвигаться, без пробок, ну, 12 литров показывает. Опять-таки, важно грамотно и правильно мотор обкатать. Он выдает 249 сил, 387 крутящего момента. Паспортный разгон у нашей версии 8,8 секунд. Если вдвоем сесть, там, с полным баком, если в багажнике что-то лежит, ну, я думаю, секунд 9-9,2 он поедет. С одной стороны, это не так быстро. Но, с другой стороны, из всего модельного, скажем так, ряда движков, это самый лучший вариант. Многие рассказывают о том, что вот, нахрен он нужен, пожиратель бензина, ведь есть 2,8 дизель. Отличный вариант, поставил, все классно. При этом, на вот этих вот новых Pradik'ах, он действительно доработанный. То есть, с точки зрения, он не так-то рахтит, то ли шумоизоляция стала. Вот я смотрел, слушал, мотор реально стал тише. Потому что ранее, которые были дизеля, это действительно был трактор. Ну, вот прям вот садишься в машину, и вибрация идет, и слышно его отчетливо. То есть, к этому нужно привыкать. Значит, 2,8, там 450 крутящего момента, разгон у автомобиля с автоматом в районе 13 секунд. Ну, это действительно очень много. Но, здесь, понимаете, палка о двух концах. Можно сказать, типа, 13 секунд, да нахрен он нужен. И вот владелец то же самое, говорит, типа, вот я нажимаю на педаль газа, вот он вроде бы едет, но кое-как, то есть, вообще не чувствуется никакой динамики. При этом он говорит, я не гонщик, мне не нужно, чтобы машина там летела вперед. Но хочется какой-то уверенность, что там нажал, ты чувствуешь, что машина едет. То есть, здесь больше зависит от вас. Потому что есть люди взрослые, которым там 40, 50, 60 лет. Они купят дизелечек себе, они будут получать удовольствие. Им эти гонки нафиг не нужны. Максимальный разгон у этого автомобиля с нашим мотором 175 километров. С дизелем он едет там 160, 165. То есть, все. Не разгонишься на этом автомобиле. То есть, не для этого он сделал. Поэтому тут сами выбирайте. Опять-таки, дизель чаще нужно обслуживать. Говорить про двигатель 2,7 бензиновый вообще смысла никакого нет. Там разгон 14 секунд. Да даже если вдвоем, втроем сядешь, там вообще разгон будет секунд 15, наверное. Вот вы обратите внимание, я ростом 1,86 метра. Тачка, ну просто шайба стоит реально здоровая. При всем при этом, как и везде, присутствуют заводские браки. И вы должны про это помнить. Опять-таки, важно смотреть, кто эксплуатирует автомобиль. Одни рассказывают, вот Toyota, это неубиваемый аппарат, его купил, катайся, все у тебя будет классно. Вот такого тебе, на, пожалуйста. Зайти на автору, пятилетние машины начинаются примерно там по цене, ну скажем так, от 2 миллионов рублей. Все, что ниже, там я не знаю, это какие-то битые, перебитые и так далее. Вы должны понимать, что честная машина, вот от одного владельца, там 5 лет, будет стоить примерно 2 миллиона 400 тире 2 миллиона 800 тысяч рублей. В зависимости от двигателя, ну и от состояния. Друзья, не забывайте о том, обман присутствует везде. В объявлениях пишут одно, на деле совсем другое. Именно поэтому я вам частенько рассказываю про автокод, где можно проверить историю автомобиля, получить полный отчет только лишь по госномеру. И вот с такими автомобилями вообще с Toyota, в частности, это всегда актуально. Сам лично покупал Camry, столкнулся с этим. 32 объявления на тот момент было, 30, просто одни обманщики. Поэтому отчетики сейчас вы видите на экране, если вам вдруг интересен этот автомобиль, обязательно пользуйтесь этой услугой. 349 рублей за разовую проверку, но зато вы сэкономите как минимум. Ну машина дорогая, что тут говорить. Для объективности, конечно же, нужно отметить, что дизель его можно чипануть, он, естественно, поет побыстрее. Но опять же, побыстрее, в лучшем случае, ты с него выжмешь там, ну, 10-11 секунд до первой сотни. Так и вот эти моторы тоже поддаются тюнингу, скажем так, их можно переделать, снять с него примерно 320, ну, там, 350 сил снимают. Но кто этим будет заниматься? Я думаю, люди, которые их покупают, им это неинтересно. Есть обвесы на автомобиле, даже покупая его новый с автосалона, его можно забрать там за 4,5 миллиона. Да, это будет крутая тачка, но я так подозреваю, что единицы, кто на это будет готов. В основном, что все хотят? Брутальный внешний вид, хороший потенциал, надежная машина, ликвидная машина, комфортная, удобная. Все. Давайте разбираться, так ли это. Пойдемте потихонечку дальше. Все вы прекрасно знаете, что это полноценный рамный внедорожник с настоящим полным приводом. Распределяется он 40 наперед, 60 назад. И вот это важно понимать. Знаете, вот как бы вы ни говорили, там, многие же ждут чего от меня, что я там хейтер Toyota, что я буду говорить, что это говно, смотри, хреновая тачка, плохая, ну и так далее. Нужно быть объективным. И меня больше всего убивают, там, комментарии людей, мнения людей, когда они рассказывают о том, что, ну вот, машинка там не такая юркая, что не для города машина сделана, что вот внешний вид какой-то топорный. Друзья, это внедорожник изначально. Вы вспомните Гелендваген, Мерседес, тоже такая брутальная тачка, тоже топорные формы. Но это внедорожник, это важно понимать. То, что машина сделана для того, чтобы ты вот передвигался где-то по России, да, по Сибири, не знаю, там, куда угодно ты мог на ней выехать. Но при этом, если ты хочешь владеть таким автомобилем в городе, где у тебя все ровно, ну почему нет? 215 дорожный просвет. Особенности вообще, плюсы рамы какие. Вес автомобиля, да, 2300. Это все, естественно, сказывается на динамику, это все, естественно, сказывается на расход топлива. Если, не дай бог, на таком автомобиле попасть в сильное ДТП и твою раму поведет, вот это будет целый проблем. Обязательно, когда смотрите машины, если было ДТП, лучше нахрен, нахрен откреститься от нее. При этом, выехать на бездорожье, вы будете получать уже все возможные плюсы этой рамы. Опять-таки, если выехать на проселочную дорогу, знаешь, где там что-то разбито слегка, там не надо ехать 30, 40, там нужно ехать 80. Таким образом, подвеска все это будет глотать, ну и максимум, что там у тебя на сиденьях может там пошатывать. Все. То есть, машина целая, она действительно получается такая жесткая и брутальная с точки зрения вообще своих эксплуатационных характеристик. Передвигаться на этой тачке, вот куда-то там, знаешь, в путешествие отправиться, ну действительно будет одно удовольствие. Опять-таки, если ты там не любитель по трассе, знаешь, влево, вправо, вперед, назад. Значит, фонари задние у нас тоже немного видоизменились, ну, по внешнему виду жопа, по мне осталось то же самое. Такое ощущение, как будто все то же самое, что и были, просто владелец взял, сам себе поменял фонарики. Все это, как и было, можно разложить, все здесь без изменений, по большому счету. Объем багажника достойный, 621 литр, этот в таком состоянии. Если все это дело сложить, тут и вовсе там под 2000 перевалит. Сами видите, вот, все там наложил, накидал, передвигаясь, пожалуйста, новая тачка, масла стоят. Человек сам обслуживает машину, то есть ничего сложного нет. Опять-таки, не забываем о том, что лучше всего машину раз в 5000 шприцевать. Тут кто хочет купить машину, все это изучит, посмотрит. Ничего дорогого нет на самом деле. То есть самое главное, что почаще обслуживать, почаще менять масла, по человеческой машине относиться. Кто бы что ни говорил, Toyota неубиваемая, это техника в первую очередь. И любая техника требует ухода. Значит, про дверь, про эту. В предыдущем поколении были там жалобы о том, что со временем она проседает, начинается скрип. И многие ездят, значит, вот весь этот сверчок, что-то скрипит, пищит. Не могу точно сказать, сейчас пообщаемся с владельцем, узнаем у него, прошла это болячка или нет. Но на предыдущем автомобиле у него то же самое было. Опять-таки, да, самое стандартное, про что рассказывают про дверь, неудобно открывать. Парни, ну, для города, да, когда ты приехал на парковку возле дома, возможно, тебе будет некомфортно. Ну, вот так вот где-то ты вышел, да, открыл, стоишь. Конечно, своя там какая-то характерная особенность. Я же считаю то, что поудобнее было бы, если бы он как-то на две части открывался, как в той же самой двухсотке. Ну, по мне это более практично. Розеточка есть, всякие там ниши, что-то разложить. Здесь у нас будут дополнительные аксессуары для автомобиля. В общем, здесь вас ничем не удивить, запаска у нас идет снизу. Кстати, на эти автомобили очень хорошо встает газ. То есть, если покупать его на вторичке и так думаешь, блин, жрет много, можно поставить ГБО, машина будет на нем передвигаться. Куча дополнительных систем там для бездорожья, всякие эти блокировки, межостивого дифференциала. Всем этим можно пользоваться, но, как правило, подавляющее число владельцев на этом автомобиле, максимум, куда выезжает, это какой-то ровный снежочек. То есть, какие-то грязи, ну, богатые люди себе такое могут позволить. Базовая версия автомобиля стоит 2 миллиона 500 тысяч рублей. Это будет пустейшая версия, по сути, там, с механикой. Но такие машины, как раз таки, покупают под переделку. То есть, купил и начинаешь его потихонечку-потихонечку дорабатывать. И вот как раз любителям охоты, то есть, кто это? Это японский УАЗик, да, как у нас его называют. Подвеска у нас идет передняя, независимая, на двойных поперечных рычагах. Задняя подвеска идет зависимая, на двойных продольных рычагах. Также идут стабилизаторы. Пороги у нас идут. Вечером все это дело подсвечивается. То есть, на самом деле, сделано так, знаешь, по-человечески. Ну вот, по внешнему виду. Машина здоровая, но внутри места, на мой взгляд, маловато. Хотя, садиться, ну, реально удобно. Смотри, ручка есть. Залез сюда. А мало места в силу того, что, опять-таки, конструкция автомобиля рамная. То есть, откинуться можно, но, по сути, вот я сажусь сам за собой. То есть, видите, да? Маловато места там для ног. На дальнюю дорогу, то, может быть, как-то ты еще и усядешься. То есть, если вот так вот сядь, знаешь, по отделке, ну, Toyota и Toyota. То есть, тебя здесь ничем не удивишь. Все те, кому нужно, знаешь, там, побогаче отделку материалов, подчеркиваю, для вас, есть Lexus, в частности, GX, прямой конкурент. Точнее, не конкурент, скажем так, а брат Toyota старшей, более богатый. Но, с другой стороны, знаешь, ну, тесновато, блин, парни. Что скрывать? Не буду скрывать, вот сзади садишься, блин, маленько тесновато. В силу того, что тачка здоровая, рамная, конечно же, управлять ей на большой скорости не так комфортно, как каким-нибудь паркетником, например, тем же самым X5, ну, или иным другим автомобилем. Друзья, на эти автомобили, как и на 200-ке, есть система KDSS. Система дает возможность вам комфортнее передвигаться как раз в таких сложных условиях. Даже на бездорожье она также помогает и работает. Но у этой системы есть один значимый минус. Она бывает так, что боит, и когда покупают люди автомобили, они уже идут перекошенные. То есть приезжает человек, купил тачку, ты еще пробег, он выходит, смотрит у него, машина как бы слегка закошена. Когда он приезжает к дилеру, дилер ему говорит, это нормально, мужик, вот смотри, здесь же все написано. То есть эти отклонения, знаешь, они прописаны. Не будем ходить вокруг да около, открываем дверь, пожалуйста, присаживаться в автомобиль. Знаешь, ну, друзья, тут говорить нечего. Залазишь в него, комфортно. То есть посадка, высадка из автомобиля всегда будет удобно. Но опять-таки, вы вспомните ситуацию, да, бывает, что ты подъезжаешь куда-то, лужи, грязь ты там, кое-как из этого седана вылазишь. Здесь же ты вышел, прям, опа, и пошел дальше. Давайте присядем, посмотрим, что у нас по интерьеру идет и отправимся на тест-драйв. Погнали. Вот здесь палка о двух концах. А почему? Ну, потому что одни говорят, фу, блин, убого, как это все дешево, пластик серебристый. Вот я скажу так, садишься в автомобиль, вот руль, да, от двухсотки идет, приборная панель, блин, даже чем-то вообще мне Lexus почему-то напоминает. Понятное дело, что есть автомобили, где дизайны будут поинтереснее. Просто все мы с вами делимся. То есть одни любят японцев, другие любят там каких-нибудь вагн. Одно могу сказать точно, мне не совсем понятно, когда люди начинают рассказывать о том, что вот топорный, ну смотри-ка, какой-то УАЗик. Друзья, это и есть УАЗик японский, хороший, надежный УАЗик. То есть тут что ни говори, все кнопочки здоровые, все ясно, понятно. Вот тебе, пожалуйста, управление климатической системой, вот тебе, пожалуйста, управление мультимедией. Здесь у нас просто идет ниша. Здесь у нас идет управление системами полного привода, то есть тут различные вспомогательные системы, блокировки идут. Здесь селектор переключения передач с возможностью перехода в ручной режим, ручник, ручной, все так и осталось. Вот, и подогрева сидений, подлокотник, все. Но Toyota попрятала сюда, например, подогрев руля, подогрев лобового стекла, паркотроники. С левой стороны у нас тоже управление идет, знаешь, то есть возможно вот это не совсем удобно, потому что рукой как-то тяжело подлазить. То есть с точки зрения эргономики вопросы можешь задать. Зеркала, обзорность, про это даже можно не говорить, а ну реально все здоровое. То есть ты все прекрасно видишь, я не знаю, здесь, мне кажется, двух зеркал достаточно, даже салонные не нужно, все видно. В общем, ребята, здесь я размазывать кашу по тарелке не буду, чем-то вас там по интерьеру, по кнопочкам удивить нет никакого смысла. Самое интересное, как машина едет, потому что, вот как говорят некоторые, если Pradik, то только V6, то только 4-х литровый. Вот вам, пожалуйста, у нас именно такой. Любого сейчас возьми, кто на ней не катался ни разу, вот посадить за руль, человек скажет, да ну нахер. Ты посмотри просто капот. Вот я сижу, после седанов, когда ты садишься, капота вообще не видно. Вот в таких тачках ты думаешь, нифига себе, просто корабль. Подчеркиваю, что если пересесть на Крузак 200 или там Lexus LX 570, на днях его видели по Москве в таком обвесе, вообще просто бешеном. Сколько мы с ракет едем, камер нет, ну просто на газку. Опа-на! Если бы вы сейчас видели, что произошло, просто я прям газ в пол нажимаю, из выхлопной трубы столько просто прям в выхлопу попернут. Там просто все как в дыму было. Почувствовал себя слегка Домиником Торетто. На тормоз нажимаешь, то есть видите, да, клюет тачка. Ну, понятное дело, здоровая, мощная такая машина, по весу 2-300, нас еще три человека в машине. Если погоняться захочешь, то есть начнешь тормаживаться где-то в пробочках, не в пробочках, а в шашечке толкаться, ну, будет неуклюжая машина. Ну, а так в целом. Вот я сейчас слегка газку даю, то есть набирает хорошо. Все, рев мотора, прям отчетливо слышно, ну, знаешь, такой реально брутальный звук мотора. Сегодня выходной день, по полосе передвигаться можно. Это, к слову, о том, чтобы никто там не сказал, что чего ты тут выехал на полосу для автобуса. Перестраиваются в городе, понимаешь? Если был у тебя опыт владения вот подобного рода автомобилем, ты не будешь напрягаться. Тебе не будет там говорить о том, что вот какой-то он неуклюжий. Нужно просто привыкнуть. Да, машину, конечно, если что, сейчас влево-вправо ее можно расшатать, потому что мы будем сидеть вот так болтаться. С седаном такого никак не произойдет. Опять-таки, вы не забывайте о том, что мы сравниваем-то, жопу с пальцем условно. Седан там или какой-нибудь BMW, Audi. Это Toyota, это внедорожник рамный. И этим все сказано. Слушай, ну реально, рев прям стоит мощный. С точки зрения общего комфорта. Вот садишься в машину, да, шайба здоровая внешне. Но вот внутрь сел, вроде бы я усел все удобно. Но с другой стороны, знаешь, все равно как-то вот такое ощущение, как ты маленько скован. То есть, понятное дело, что чтобы прям вообще простор чувствовать, есть двухсотка. Ну вот в этой садишься, вроде бы да, но маленечко, знаешь, такое ощущение, что вот как-то упираешься ты в дверь. То есть, чуть-чуть узковата, что ли, машина. А вот если предположить, что ты любитель активного отдыха, вообще активно жить, то есть, ты отработал день там, уехал на рыбалочку, куда-то в область поехал. У тебя в Москве квартира, в область там у тебя дачка. Ты передвигаешься летом, ты любишь там куда-нибудь на море скататься, в горы скататься. Вот эта машина как раз тот самый вариант, для кого это и нужно. То есть, вдвоем, например, сел сюда, там двое, ну максимум три человека, пусть один ребенок, чтобы еще багажник забил. Ты передвигаться будешь с комфортом, потому что крейсерская скорость данного автомобиля, ну, 130-140. В идеале вообще ехать 110-120, потому что денежку все равно считать приходится. Расход топлива, бензин, цены растут. То есть, здесь не нужно думать о том, что если человек себе купил за 3 миллиона 600 тысяч тачку, или там за 4, миллиона топовой версии доходит, то ему на все плевать, он лей бензина сколько угодно, пофигу. Нет, все люди денежку все равно считают. На что жалуются народ, там говорят, вот отделка херовая. Сверчки встречаются по салону, не у всех. Вот у нас прям владелец говорит, что раньше ничего не было, на этом тоже передвигается ничего нет, но тут пробег вообще мизер, 4 тысячи. И к слову об этом, да, я зашел почитать отзывы людей, что пишут. Конечно, смешно читать, когда человек пишет, 60 тысяч владею, ни одной проблемы, только масла менял и все. Да за 60 тысяч все только масла и меняют, то есть, этим не удивишь. Тачка дорогая, вроде бы все есть, но не все, но многое. Но при этом камера стоит. Вроде бы камера изображения нормальная, относительно. Но вот, например, не динамичная. Казалось бы, что за фигня, что вы не можете сразу поставить камеру, что ли динамичную? Почему-то пытаются экономить тоже все равно на каких-то мелочах. Хотя при этом, что точно такая же комплектация у него была раньше, она стала богаче. То есть, больше фишек появилось. Давайте просто посмотрим, что будет прям с ноля в пол. Раз, два, три. Подрыв есть, а значит, морда поднимается. Оп, пошла. Мотор, подчеркиваю, обычный, атмосферный. Не, ну слушай, достойный на самом деле срывается, место очень хорошо. При этом пробег всего лишь 4 тысячи. Как бы все фанаты Toyota рассказывают о том, что вот, 10-20 тысяч потенциал двигателя раскрывается. Это на самом деле такое бывает. Вот, например, даже у владельца первый автомобиль такой же 4-х литровый. Первый 10 тысяч жрал очень много бензина. Потом расход упал и стал примерно плюс-минус такой же, как и сейчас на этом автомобиле. Спрашиваю у владельца, что не нравится. Ну, в первую очередь отмечают климатическую систему. Раньше была крутилка, то есть, крутанул 27 градусов, крутанул назад 18 градусов. Сейчас приходится все нажимать, тыкать. Ну, то есть, знаешь, вот человеку неудобно. Опять-таки, мультимедиа, вы обратите внимание, вроде бы там новая тачка, да? Ну, условно, что это такое за мультимедиа? То есть, что это за графиком? Почему нельзя нарисовать что-то более-менее симпатичное? Это не так сложно. Опять-таки, вот эти оставляют диск. Кому нужен диск? Представляете, что было бы, если бы они начали первую уже там какую-нибудь симку, он сбоку здесь воткнул, там, незаметно. Да, пожалуйста, я интернет, там, YouTube выход, полноценный какой-нибудь маленький планшет. Но это реально круто было. Тем более, люди сейчас живут, вот, Москва, там, в пробках стоишь, там, раз зашел, что-то посмотрел, новости почитал. Резина у нас стоит заводская, всесезонка, то есть, не шипованная. Вот мы едем 60-80, на самом деле, тихо в машине, но реально. От стекол вообще тишина. То есть, да, когда там какой-нибудь КамАЗ проезжает, слышно, а так ты передвигаешься, комфортно. Опять же, подчеркиваю, музыку, все, мы выключили. Если выключить музыку, там, или ехать, между собой разговаривать, ну, удовольствие получаешь. При этом, если там выйти сейчас на трассу 110-120, ну, и выше, ну, блин, само собой, шум будет. И возвращаясь к разговору о том, что тачка не для гор. Друзья, вот вам, пожалуйста, едешь, просто плывешь, как на корабле. Ну, как не для города? Ну, почему нет-то, блин? Это не прям какая-то прям суперздоровая машина, тоже, ну, лишнего, что на нее тут наговаривать. Ой, Pradix здоровый, да не сказать, что он прям пипец здоровый. Да, визуально большой, ну, блин. Вот мы сидим, пожалуйста, плывем, знаешь, откинулся. Еще четкий только мне не хватает в руки, чтобы, знаешь, там, было чем руку правую занять. На самом деле комфортный. При этом вот подхват тоже неплохой. Да, 387 крутящего, 249 сил. Ну, вот для города как раз-таки, знаешь, то, что нужно. Прям раз, притопил, пошел. Вот тебе, пожалуйста, искал, лейды передвигаются. Там 200-ка поехал, там LX 570-й поехал. Что это такое-то? Народ берут машины. Максимум, где с ним будет некомфортно в городе, это когда ты будешь держать во дворы, либо вот на парковке, особенно зимой, когда снега навалило. Да, возможно, придется там покорячиться. Ну, а так, когда есть свое машинное место, скажем так, возле дома, вообще проблем ноль. Как вы видите, автомобиль у нас неоклеенный. Мне не давал его дилер, я высказываю только свое мнение. Автомобиль мне предоставил один из акционеров нашего канала, за что ему огромное спасибо. Выводы здесь простые. Тачка дорогая. Вот на сегодняшний день, ну, блин, сами посмотрите. 3200-3600, это плюс-минус более-менее нормальная комплектация для Land Cruiser Prado. Если вы хотите топовую версию 4200, ну куда там, раньше за такие деньги можно было купить топовый Land Cruiser 200. А сейчас все совсем по-другому. Но вина здесь не Toyota, здесь вина нашей экономики. Покупать вам такой или не покупать автомобиль, принимайте решение сами, смотрите по вашим карманам. В любом случае, есть, смотрите, он на вторичке, ценник за пятилетний автомобиль будет тоже в районе 2,5 миллионов рублей. От себя я могу сказать так, потому что это действительно брутальная машина для настоящих мужиков, на которой ты можешь покататься и по городу, выехать, и на природу, и на путешествия свезти, и что угодно, и перевезти там вещи, груз, в общем. Машина, так сказать, из серии многозадачна. Минус у этой машины также есть, в том числе и по угоняемости. Машина популярна среди угонщиков. Вказка на такой автомобиль дорогой. В нашем случае стоит очень крутая авторская сигнализация, про которую я из серии безопасности не могу вам ничего рассказывать. С точки зрения технологий. Диодная оптика по интерьеру автомобиля, по вспомогательным системам на сегодняшний день есть все то же самое, что и у других. То есть, чего-то прямо нанотехнологичного нету. При этом мотор ставится с 2002 года. Но при этом многие отмечают, надежно. А зачем нам ставить новые моторы, турбины какие-то нам ставить? Не надо. Вот, стоит он, работает, все его знают. Кстати, рейтинг у мотора 4 с плюсом. Это прям твердые 4 с плюсом. Потому что на них при должном обслуживании нареканий ноль. В общем, вот таким получился этот видеоролик. Подписывайтесь обязательно на наш канал и на инстаграм нашего канала. Там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.